Внизу, в нижней строке, кнопка переключения языков. Жмете на нее, выбираете английский язык и обязательно отмечаете галочкой в этом же меню Mute Original Audio. Отключить оригинальный звук. Владимир Владимирович, я думаю, что мы можем начинать. Хорошо. Давайте представлю сам, я думаю, и потом уже подробнее расскажете себе. Игорь Владимирович Мухин, знаменитейший, один из самых знаменитых российских фотографов, советских фотографов, куратор и преподаватель школы Родченко, фотошколы Родченко. Подробнее расскажет Игорь Владимирович о себе сам. Меня зовут Эльмар Мустафа Заде, фотограф, стрит-фотограф, портретист из Баку. Я буду модерировать нашу сегодняшнюю беседу. Игорь Владимирович, вам слово. Ну, хорошо, спасибо за приглашение. То есть уже был на фото биеннале, или как называлось мероприятие, посвященное фотографии в Баку. И спасибо, конечно, что помнят и, так сказать, еще раз пригласили участвовать. Я так понимаю, что это какие-то события похожие. Похожие. Отсюда, ну, какая-то есть, значит, кусочек биографии. И, наверное, ну, как бы все ждут каких-то картинок и комментариев. И можно, как бы, и начать, и их дать. Надеюсь, все видно и слышно. И, ну, как бы, такую первую картинку за, за то, что называется, заходящую для, так сказать, сегодняшние семинары, встречи, лекции и так далее. Я выбрал, ну, как бы, как вот себя тоже какое-то сделать, сделать какую-то себе характеристику. Ну, вот такая автопортретная или дневниковая фотография. То есть я пленочный фотограф, уже около 35 лет занимаюсь фотографией. И, ну, так как у нас модуль сегодня уличная фотография, понятие немножко такое размытое и, так сказать, вызывающее тоже много споров, что это такое. И часто ответы мы ищем в Википедии. И тексты Википедии тоже, так сказать, создаются самими любителями фотографиями. То есть все размыто, границы нет. Ну, мы подчиняемся каким-то законам. Эти законы меняются. И, так сказать, наверное, у нас есть какой-то фундамент у людей, занимающихся фотографией на улице. И, возможно, это какие-то знаменитые мастера, фотожурналисты прошлого. И, так сказать, мы в эти традиции тоже верим. И сегодня это отдельный вид или подвид фотоискусства, часто связанный с досугом. А в прошлом это был, ну, как бы рассказ о месте, о стране, о городе, о районе, о среде, где обитает человек. И, так сказать, ну, как бы это попитывалось, наверное, фотопубликациями, фотовыставками и так далее. Сегодня у нас есть территория выставочная. Она осталась. И множество статусов в выставочной территории. Это мы можем сделать выставку и во дворе, и в подъезде. И просто в любом месте, где есть два гвоздика, и веревочка, и фотографии, можно повесить на прищепках. У нас есть бумажные публикации. И сегодня у нас, как бы, есть весь спектр от цифровых книжек, где мы можем менять наполнение в любом последующем экземпляре. Ну, как бы, осталась в стиле офсетная печать. Ну, еще выходят журналы. Есть, так сказать, фотомагазины в интернете. И третье. У нас у всех есть какая-то социальная сеть, где мы свободны в презентации любых сюжетов. И, ну, как бы, вот это три таких довольно важных составляющих. Интернет и, ну, скажем, какая-то тоже свобода, так сказать, публикации в сети. Бумага и выставочная деятельность. Ну, как бы, я тоже тихонечко, если хватит времени, на всем этом остановлюсь. Так, сейчас запустим. И, наверное, как бы можно окунуться на 35 или чуть более лет назад уже, может быть, каким-то фотографиям и 36 лет, и вспомнить, как выглядел мир, то, что называется эпоха застоя, сменила эпоха гласности перестройки. И мы жили, значит, со многими, значит, кто-то успел родиться в СССР в едином информационном пространстве. И, значит, как бы, вот, значит, видите, тоже можно отмерить, что уже люди, родившиеся в августе 91-го года, они уже, так сказать, немы, нерожденные в СССР. То есть есть какие-то даты, которые нас объединяют или разделяют. И, значит, как бы, вот какой-то тоже мир, как напомнить, это, так сказать, ну, как сказать, ну, как бы, какая-то эпоха и дефицита, эпоха и пропаганды, что, значит, как бы кино – это шоу, развлечение. Ну, напоминаю, как выглядел, значит, так сказать, будничный день какого-нибудь провинциального кинотеатра, где, значит, вот 70 лет, там, кино и, так сказать, фильмы идут только о вожде. Портреты вождя нас встречают в том числе и в транспорте, и на производстве. Значит, мы подчиняемся тоже какой-то пропаганде. И вот это, как бы, такая составляющая, так сказать, ну, определила тоже мои мотивации заниматься фотографией и заниматься фотографией проектной. Ну, под проектом такое модное слово сегодня, так сказать, любое начинание, любой пук, сегодня как бы фотопроект, но все-таки, так сказать, в жизни проект дома, так сказать, ну, как сказать, строится сам дом. То есть дом – это, может быть, и частный дом, может быть, небоскреб, но строительство дома начинается с проекта, и отсюда, ну, как бы, вот такое слово «фотопроект» довольно важное. Мы должны тоже понимать, как будет выглядеть окончательная презентация проекта, если мы ввязываемся в проект. Ну, вот эти фотографии я тоже считаю важными, как показать некий контекст, как выглядел мир, когда я пришел в фотографию. Ну, предъявительно эти фотографии, может быть, 85-й год, 87-й, 88-й. Ну, вот такой мир немножко наивный, мир без интернета, без мобильных телефонов, мир, где существует государственная пропаганда, где два канала телевидения, две радиостанции, есть, значит, как бы голоса, вещающие Запада, есть некий привкус подполья, то есть какие-то, как сказать, системы запретов. Обычно я здесь студентам тоже показываю. Не знаю, видно или не видно, просто здесь как бы большая стопка фотографий, так сказать, перепечатка Набокова. То есть кто-то, значит, за границей, скорее всего, в Америке или в Европе, переснял книжку Набокова, и, так сказать, эта стопка, там, 200 страниц, каждая страница пронумерована, как бы, и можно читать Набокова, романы Набокова, а, может быть, других писателей тоже распечатав эти фотографии. То есть время такое подпольное, время, когда люди уходят во внутренний андеграунд, но в то же время, так сказать, это время детства для многих, и как бы это светлое время. Отсюда в России, в как бы СССР, может быть, в крупных городах, в Москве, в Ленинграде, в Свердловске зарождается рок-движение, и к 85-му году, к фестивалю молодежи и студентов, это уже такой некий феномен, когда молодые люди уже, так сказать, не скрывая, так сказать, интересы к рок-музыке, выходят в город, в как бы неформальной какой-то одежде, и, значит, тут какой-то день икс, в летом 85-го года, я замечаю группу молодежи, и, так сказать, эта группа слушает ту же музыку, что слушаю я, то есть, как бы поет песня, значит, троллейбус, который идет на восток, Виктора Цоя, песни, которые, ну, как бы, можно было слушать, но, так сказать, переписывая, ну, как бы, на магнитофонах, условно говоря, в подполе, здесь песня звучит в городской среде, это необычно, я останавливаюсь перед этим молодыми людьми, как сказать, и решаюсь войти в контакт, сфотографировать их, и дома, как бы, тоже, как сказать, вижу, что результат, в принципе, ну, как бы обнадеживающий, что есть какая-то, то, что называется, ну, как бы не фотографичность, но, как сказать, какую-то, то, что называется фотографией, мне удалось поймать, и удалось поймать, ну, настроение, ну, как бы, соответствующее и миру этих подростков, может быть, у нас разница в возрасте год, два или три, мне 24 года во время этой фотосессии, и, как бы, я понимаю, что это что-то новое, так сказать, и песни ворвались и в город, и образы, которые демонстрируют эту молодежь, это тоже, как сказать, немножко революционно, необычно, и я понимаю, что, ну, как бы, это надо снимать, и понимаю ценность материала, и понимаю, что это, ну, может быть, будет, тянет на книжку в будущем. Важно, Владимир, извиняюсь, я перебью, такой вопрос, вы на тот момент уже работали с каким-то изданием или в каком-то издании, или были просто независимым фотографом, который просто ходил по улицам с камерой? Не-не, я кончил строительный колледж, учился в строительном институте, ушел с третьего курса, и, как бы, работал в проектном институте, занимался проектированием, так сказать, вентиляции отоплений, каких-то абсурдных зданий в районах, которые на карте выглядели серыми зонами, или, например, мы проектировали некую столицу Байкало-Амурской магистрали, город Тында, но на карте этого города не было, и где это находится, Байкало-Амурская магистраль, ну, как бы, для меня загадка и сегодня. Приблизительно где-то там. А, то есть, получается, что фотография была вашим увлечением? Хобби. То есть, работа в колхозе, на овощных базах, давала, так сказать, отгулы. Ну, или отгулы, можно было заработать, пойдя на похороны какого-то члена полибюро, и, так сказать, постояв на морозе, там, на минус 20, давали три отгула за присутствие на похоронах на Красной площади. Эти отгулы, как бы, вот, вкладывались в какие-то поездки, путешествия. И я был, ну, как бы, стопроцентный такой уверенный фотолюбителем. А каким образом вот вы пришли именно к тому, что вот именно хотите заниматься фотографией? То есть, как у вас вообще сложилась вот ваша судьба, что вы посвятили свою жизнь, дальнейшую жизнь фотографии? Вот как вы пришли к этому? Ну, смотрите, так сказать, сняв каких-то персонажей и в последовательности вот сейчас как бы один и тот же герой в разное, так сказать, в разное время года, получив какие-то яркие образы, конечно, я попал в прессу. И вот эта фотография, это первая моя публикация в еженедельнике «Собеседник» с миллионной аудиторией. И, как сказать, это как бы успех. И эта фотография была в разделе художественная картинка. Она как бы не требовала комментариев, и фотография не была, так сказать, иллюстрации. Но также в редакции осталась вот эта картинка, и неожиданно, значит, персонаж, который изображен на этой фотографии, позвонил мне и сказал, что фотография опубликована на развороте журнала «Огонек». Ну, напомню, 1986 год, разгар перестройки, гласности, и она использована как иллюстрация влияния рок-музыки на молодежь, на разрушение сознания молодежи. И, ну, в тексте, как бы привязательный текст вкратце выглядел, что молодые люди послушали музыку, поймали бабушку и, как сказать, съели ее. То есть, да, и как бы, так сказать, с этим текстом моя фотография выглядела немножко, ну, так сказать, я как бы подставлял этих людей. Совсем в другом свете. Да, и отсюда, ну, как сказать, было принято решение, мной как бы обдуманное, что, конечно, пресса дает некую свободу, дает гонорары и хорошие гонорары. То есть, публикация такой фотографии, это четверть моей, как бы, месячной зарплаты. Но сам контекст, что у этого человека после статьи там начались проблемы не у него, он просто панк по жизни, а у его родителей, так сказать, что там вот его сын попал в такой контекст, потому что раз в тексте бабушку-то съели, то, значит, так сказать, вот герой, вот он как раз слушает музыку, он бабушку-то и съел. И, так сказать, я понял, что фотография может иметь и как бы позитивное отражение в прессе, а может быть, использоваться в виде иллюстрации и, так сказать, ну, навредить персонажам. Было некое доверие между людьми, которые мне позировали и мною, и, в принципе, как бы в прессу я работать не пошел, но, в принципе, познакомился с фотостудией Лапина с единомышленниками и, так сказать, может быть, через Лапина какой-то толчок был, что, в принципе, есть выставочная деятельность, на выставку ходят зрители, что, в принципе, если художник создает произведение и должен, ну, как бы делиться этим произведением, то, в принципе, формат выставки, он, ну, как бы, оптимальный формат для фотографа, для художника, где произведение не используют в виде иллюстрации к тексту. А каким образом вот вы упомянули о том, что вы, ваши фотографии попали в издание, в Аганёк, да? Каким образом вы вышли на это издание? Был какой-то конкурс или вы просто отправили письмом свои фотографии? Нет, ну, смотрите, я работу просто показывал на работе, как бы какие-то люди, которые там занимались, тоже делали газету внутри учреждения, значит, напомню, что, как бы, любой завод имел редакцию, то есть все, как бы, общались и когда ты фотографии показываешь, какие-то образы нравятся, значит, тоже знакомым и знакомых знакомых, ну, как бы, кто-то позвонил там Витя Ивлевы, она работала в «Консомольской правде» и, так сказать, сели в машину, поехали в редакцию, фотографии посмотрели и, так сказать, какой-то был тоже, ну, ах, и восторг, и, значит, тут публикация такая состоялась. Было такое интересное, замечательное время, да, когда не было интернета, социальных сетей, никаких площадок, веб-сайтов, то есть чисто случайность, да, такая, да, цепочка случайности вас привела именно к тому, что вы стали становиться популярным и, наверное... здесь слово популярный, как бы оно такое странное, потому что, ну, как бы фотограф, снимающий знаменитостей, ну, чтобы вы понимали, это, ну, вот, ну, как сантехник, то есть он пришел, как бы, так сказать, бачок отрегулировал, но, так сказать, тапочек ему не дали, чаем его не напоили, то есть знаменитость получила его, публикацию, качественный портрет, но тапочки фотографу не дали, потому что, ну, так сказать... Ну, то есть получается, а какое ваше отношение к популярности, ну, к известности, то есть вы человек, который любит, что о нем говорили, ну, есть такие, да, то есть там фотограф, он прям вот гоняется за тем, чтобы его упоминали, чтобы подписывали фотографии, которые он снимает и все остальное, или вам просто приятно, что увидите в каком-то журнале, там, на каком-то развороте фотографию, сделанную вами, и вам этого достаточно. Знаете, ну, на самом деле, как бы, ну, понятно, что такое известность, да, то есть, ну, как бы, футболистов знают только, ну, как бы, поклонники футбола, да, звезд баскетбола, ну, как бы, как сказать, они все время в новостях, но, как сказать, знаем ли мы эти фамилии и понимаем, как бы, в каком контексте они там знаменитости. То есть все, как бы, в мире условно, конечно, ну, как сказать, то, что, я так вспоминаю тоже, когда был молодым, приставал на съемки к каким-то мастерам 80-х годов, и, насколько понимаю, просто мешал им. Возможно, и так сегодня тоже какие-то люди могут, ну, как сказать, на какой-то съемке с какими-то вопросами, может быть, даже решающими их, так сказать, в выборе в жизненном, но меня просто они отвлекают. Отсюда фотограф не может быть знаменитым, как бы, ну, просто он известный в узких кругах как волейболист или баскетболист. Понятно. А вот вы еще упомянули о том, что, ну, после того, как, то есть вы сняли фотографию, как бы, да, показали человека, который, и вы имели в виду совсем другое, а подпись к фотографии изменила это. Ну, какое ваше, хочется услышать ваше мнение, то есть фотография должна сама рассказывать без подписи или подпись имеет значение все-таки? То есть, потому что сейчас я просто поясню, почему вопрос возникает. Сейчас, ну, довольно-таки, там, почти, наверное, лет 20-15 создалась такая тенденция, что подписи формируют фотографию. На фотографии может изображен быть там, ну, не знаю, там, камень просто лежащий в поле, и там будет подпись, что там поле, на котором там произошло какое-то сражение, камень лежит там, так-то, так-то. А какое ваше отношение? То есть, фотография должна рассказать или все-таки подпись должна поясняться? Ну, смотрите, конечно, подпись необходима, но существует два мира. Это как два, так сказать, параллельных мира, не пересекающихся между собой. Это мир арт-фотографии и мир прессы. То есть, в прессе любое событие должно быть описано и, возможно, как бы описание, в том числе и будущего. То есть, мы видим на множестве фотографий, вот пресс-фото, рассказывается, как, сказать, как это место или как эти люди будут жить или место будет выглядеть через 50 или 70 лет. То есть, такое, как бы, фото-журналистик есть. в арт-фотографии, как сказать, я пошел по уже, как бы, тропе, протоптанной мастерами прошлого, где автор, ну, как сказать, обязан указывать место и дату съемки. И, в принципе, это, ну, самое важное. То есть, у меня нет названий, как бы, то есть, есть место и дата. И, в принципе, уже дальше, как сказать, сам зритель, споставляя фотографии, понимает, ну, как бы, сколько лет героям изображенном фотографии, что происходило в ту или иную эпоху. Ну, а благодаря, значит, википедии мы можем, как сказать, рассмотреть любой год и помесячно даже посмотреть какие-то события. То есть, получается, вы более документалист, назовем даже так. смотрите, я просто не, как сказать, я создаю фотографии, преподаю, но я не берусь описать свой жанр, в котором я работаю. Соответственно, вот что-то новое, то, что можно было уловить в 85-м году, я, так сказать, обнаружил в, так сказать, в рок-музыке, в рок-музыке московской, ленинградской, и меня захватили поклонники, так сказать, какая-то свобода, которая присутствовала и в песнях, и в персонажах, которые ходили на концерт. И вот здесь я показываю тоже портрет и Майка Науменко, и какие-то квартирные концерты, видите, даже эпоху еще, так сказать, музыканты выступали не в залах, а в квартирнике, и, так сказать, все эти квартирники давали возможность тоже и поговорить с климатой мастерами, и, так сказать, посмотреть, как выглядят поклонники, значит, Александр Башлачев. как получилось, как получилось, что вы именно попали в эти квартирники, то есть, интересно просто вот эта дорожка от проектного института, как вы сказали, да, от работы в сфере совершенно не относящихся к фотографии, далекой, и вы попадаете в мир совершенно другой. Каким образом у вас это получилось? Смотрите, вся молодежь, ну, как бы, так сказать, может быть, в 80-е, 70-е годы была завязана на рок-музыке, а может, не вся, как бы, или я просто попал в, так сказать, такую компанию, и, конечно, это был переворот, значит, никто не знал языки, все слушали Дюпэппл, там, Лед Зеппелен, Пинк Флойд и Слейд и так далее, по телевизору нам изредка показывали Абу и Бни, ну, как бы, мы не вникали в тексты, то есть, как бы, ну, как бы, работало как-то воображение, про что эти люди поют, ну, так сказать, и вдруг появился то, что феномен советский рок, где музыкальное наполнение было практически таким же, но был, так сказать, появился русский текст, он добавил, так сказать, актуальности, так сказать, к авторам, и, в принципе, на работе тоже, ну, какие-то были, как бы, какие-то молодые тоже сотрудники, которые в том числе занимались бесплатно, никак не наживаясь распространением рок-прессы, значит, были подпольные исполнители, была и подпольная пресса, где, так сказать, можно было почитать какие-то интервью с любимыми исполнителями, посмотреть, так сказать, название альбомов, так сказать, состава участников, какие-то отчеты по, в том числе, вот таким квартирным концертам и так далее, все это печаталось на машинку в, там, шести-восьми копиях под копирку, и, так сказать, это был один из параллельных миров, где, так сказать, в одном жили поэты, в другом диссиденты, так сказать, кто-то печатал, значит, распространял Михаила Булгакова, кто-то Солженицына, кто-то, значит, какие-то тоже музыкальные журналы перепечатывал, отсюда информация была, ну, и, так сказать, ну, вот какой-то кусочек молодежи того времени, ну, как бы была очарована этим феноменом советским роком. Ну, и он был доступный, то есть, знаете, как бы, ну, как бы даже сейчас считаю какие-то воспоминания, эти концерты домашние были в том числе и платные, хотя большинство авторов с удовольствием просто выступало, чтобы, так сказать, посмотреть на реакцию, на аудиторию, но даже тот же Цой, как мы видим, уже не находил клиентов на следующий квартирный концерт, то есть, можно было собрать 25 человек, но собрать 25 человек завтра уже было, так сказать, тяжело, то есть, ну, может быть, не было интернета, а может быть... Как это происходило по закону или почему тяжело? Ну, просто не было желающих, то есть, совсем маленький круг, как бы, практически, если ты приходишь на концерт и уже со всеми знакомишься, а второй раз приходишь на концерт уже со всеми здороваешься. Понятно. Одни и те же люди. Одни и те же люди. Ясно. Ну, отсюда портреты участников группы «Аукцион». запросто можно было приехать в Ленинград и встретить на Невске Бориса Гребничкова, лидеры группы «Аквариум». В принципе, эти записи функционировали, мы слушали их на кассетных магнитофонах, и автор тоже, видите, вышел позвонить, потому что было, ну, поверье, что, значит, тоже все домашние телефоны прослушиваются, и все звонки, связанные, так сказать, с какой-то музыкальной деятельностью, надо делать с телефонов автоматов, чтобы власти не могли отследить звонивших. Даже так. Очень интересно. То есть, вот на каких-то фотографиях видно, вот они так просто идут по улице, а где-то они позируют. То есть, ну, то есть вы просто случайно встречали их на улице или договаривались. То есть, мир был настолько маленький, что, смотрите, как бы приехав там, так сказать, и оставшись после концерта, и москвичи, может быть, это 4-6-7 человек собирались в кучу. В принципе, питерцы просто приглашали на показ новой программы, понимая, как бы, статус московского гостя, так сказать, понимая, что нужно, как бы, иметь какую-то критику, и, в принципе, так сказать, вот можно было попасть на презентацию каких-то альбомов или концертной программы. Просто, когда в зале сидело 12-15 человек, и, так сказать, музыканты вместе возвращались до метро, и можно было легко сделать портрет музыканта на память, и, действительно, здесь, как бы, есть такая смесь фотографий, снята подсмотренных, и где-то какие-то фотографии, они, как бы, так сказать, условно говоря, как слово постановочное, ну, как бы, так сказать, мамонов уже не поставишь, но можно, как бы, договориться и, так сказать, и подловить. То есть, смотрят, здесь такая, так сказать, галерея портретов, как бы, она, как бы, в разных решениях, ну, так сказать, наверное, важные исполнители и, как бы, передача эпохи, скорее, для меня. Отсюда, как бы, так сказать, была мотивация это снимать, уже были какие-то в Москве книжные ярмарки международные, и были, значит, какие-то тоже публикации в «Советском фото», и, так сказать, придя на ярмарку, можно было тоже посмотреть стенд какого-нибудь зарубежного издательства английского или американского и понять, что фотоальбомы существуют, что существуют и Cartier Brisson, и Salgada, и Robert Downo, и, ну, как бы, можно было помечтать в проекте о альбоме. Ну, почему нет, значит, как бы, так сказать, вот, дано же получилось, то есть, человек активно снимал в 50-е годы, вот, значит, в 80-е мы, как бы, видим эти альбомы, и, так сказать, возможно, фотография тоже оживает, когда есть длительная выдержка, как хороший коньяк. Отсюда, видите, мы посмотрели какую-то галерею музыкантов той эпохи, а вот как выглядит галерея поклонников, и они-то и были главными героями моего исследования о молодежи, и часто студентов тоже, как бы, спрашивают, как такие фотографии снимаются, никто не знает ответа, и, значит, надо показать какой-то соседний дубль, что это одни и те же персонажи, вот девушка, значит, в кофте, и часто фотография начинается за 3 или за 4 часа до фотографии, так сказать, значит, тоже есть недоверие, на улицах работает не только фотограф, которые понимают, что перед ними открытие новой эпохи, но также сотрудники различных спецслужб, которые тоже создают картотеку, то есть, в принципе, ничего сегодня не меняется, все как бы уже много лет, так сказать, одинаково, и, так сказать, вот уже 4 часа назад состоялось, что я не из милиции, как бы, что, так сказать, значит, надо было как-то представиться и какое-то войти в доверие, то, что называется, и вот через 3-4 часа как бы может состояться то, что на выходе, то, что называется художественная фотография. Вильнюс, 1987 год. Игорь Владимирович, а еще такой вопрос, вот вы сказали исследование, это очень интересный момент, потому что, когда вы начинали снимать, ну, делать вот эти фотографии, задумали вы их как проект в будущем, или просто вы что-то чувствовали и просто понимали, что нужно сделать? Уже сразу я понимал по-дано, что эта фотография будет востребована через какое-то время, то есть, возможно, так сказать, и вот как бы фотография оживает, так сказать, пройдя какую-то эпоху, ну, так сказать, эти образы, возможно, неинтересны в настоящем, но, так сказать, вот как вино или коньяк, как бы фотография привлетает новый вкус. Действительно, это два самых таких важных слова, так сказать, из-за которых тоже фотографы дерутся, это нелюбимые слова, и как бы слово проект, и, может быть, сегодня уже многие отключились, услышали, и слово исследование тоже, так сказать, применимое к фотографии, значит, тут в 88-м году уже, и если я успею, я покажу, значит, следующий проект, я уже назвал «Исследование советского монументального искусства», и, так сказать, попал тоже, то, что называется, в исследование, и в настоящем, ну, как бы видно, что исследование – это, ну, некая актуальность, и, ну, как бы преподавая – это проверочное слово, как бы, то есть вот можно проверить любую серию, проект, там, очерк и так далее, его актуальность словом, как бы, что вы исследуете. Чувствовали ли вы, что вот в итоге это все выглядит в такую большую книгу, я знаю, у вас есть книга о русском уроке, ну, не у вас, а ваши фотографии вошли в книгу именно о русском уроке, чувствовали ли вы, что это в итоге это выглядит в такой большой фундаментальный труд? Ну, просто показываю, смотрите, видите, смотрите, это не от фотографа зависит, то есть фотографу где-то миг улыбнулся, да, то есть мы не знаем, как бы, как снять фотографию, как сказать, нету, нету рецепта, как правильно снять фотографию, иначе бы хороших, правильных фотографий было бы много. Ну, я показываю, как бы, как вот какая-то случайная фотография, для меня она случайная, но она как бы влияет на какие-то публикации и в 88-м году, и в 91-м, и в 98-м, и как бы уже на, как сказать, эта фотография открывает, значит, эпоху Горбачева в большом манеже, здесь вот и Горбачев, значит, Покоревич, и Шах Назаров стоит, значит, тоже, может, деятель смосфильма. И видите, как бы можно тоже, так сказать, исследуя интернет, влиять на, так сказать, люди, видят неожиданные образы в прошлом, да, какие-то тоже образы, так сказать, фотографии влияют уже президенту, значит, в прошлом нашему тоже задают вопрос, не он ли изображен на фотографии, потому что большинство деятелей сети, так сказать, уверены, что это он в молодости, и фотография тоже расходится веером, и, так сказать, всем интересно, как выглядит молодежь в Советском Союзе, и, значит, через 27 лет я приступаю тоже к сборку, к сборке, к сборке книжки, и книжка называется, значит, я видел рок-н-ролл, и, так сказать, делая книжку, значит, мы делаем тоже макеты, какие-то пробные оттиски, и книжку я построил на дневниковой части и на дублях, как сказать, как фотография рождается, и, так сказать, вот видно, что здесь, как бы, человек смотрит мимо фотографа, и зрители воспринимают этого персонажа как подсмотренный образ, а вот здесь мы видим, что, так сказать, фотограф с персонажем знаком, то есть вот такая игра удвоений, так сказать, которая есть в архиве любого фотографа, так сказать, я делюсь, значит, дневниковой части этой книжки, и, ну, видите, даже образы, то есть, приходя на какие-то выставки, значит, тоже переснимаю, значит, плотненько, видите, я как бы снимаю и горизонтально, и вертикально, и вот один из персонажей как раз с работой, который вот занимался перепечатанием этих рок-изданий на машинке, и, так сказать, и часть книжки имеет, как бы, арт-составляющую, где, видите, как бы, так сказать, формирую и рифму, и героев с какой-то окружающей действительностью, и, значит, как бы, так сказать, какое-то настроение, которое, ну, передает эту молодость, агрессию, и настроение на улицах, значит, это верстка книжки, книжка успешно вышла, как бы имела шум, значит, как бы появилось две выставки, где я тоже делюсь то, что называется контактными листами, которые, как бы, не видит публика, и, видите, даже, как ведущий здесь, как бы сбился, и погрузился, значит, и такие выставки тоже прошли и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Вильнюсе, и тоже эти выставки конструировались на фоне другого проекта, который я назвал «Исследование советского монументального искусства», такой проект о советской монументальной пропаганде, и вот по краям, как бы, была вот эта молодежь в центре, большие баннеры с монументальной пропагандой, и, в принципе, эта фотография, ну, тоже, как сказать, нашла отражение, как сказать, в каких-то книжках по истории России, СССР, и вот какая-то книжка, фундаментальная история, значит, СССР, заканчивается в 85-м годом, моими фотографиями, и, чтобы мы понимали мотивации фотографа в дальнейшем, видите, как бы, свобода, это как бы, ну, как бы с Ютуба запись Бориса Гребенщикова проходила на фоне пропаганды, и, так сказать, художники создавали какие-то важные образы, Эрик Булатов, работа с пропагандой, и пропаганду в конце 80-х перестали обновлять, и вот следующий свой проект я, как бы, так сказать, посвятил пропаганде, и в том числе монументальной пропаганде, то есть, видите, образ, значит, Феликса Дзержинского на площади Дзержинского, и, значит, как сказать, Белорусский вокзал, значит, там встречал прибывающие, значит, делегации с Запада, Ленин, видите, Карл Маркс и Сталин, значит, если снимал Вильям Кляйн или Картей Брессон, а я застал, значит, Ленина Маркса, и какие-то образы, которые, как бы, вошли тоже в историю монументальной пропаганды, значит, это образ довольно известный, всемирной выставки в Нью-Йорке 39-го года, когда советский павильон рифмовался со статуей свободы, и, значит, по высоте был создан такой же проект рабочего, который держал кремлевскую звезду, и по высоте он совпадал со статуей свободы, которая держала фател свободы, значит, такая всемирная выставка в Нью-Йорке была, это копия этого монумента, и, так сказать, значит, вот уже в наши дни, работая над проектом 29-30 лет, я, так сказать, пришел к Иллю, что надо тоже, как бы, этот проект сделать в виде книжки, и книжки я делаю бумажными, видите, как бы, как составляется тоже какая-то игра разворотов на стене, и, так сказать, советскую эпоху мы совместную с вами пережили, разделились, как бы, появились и у нас, я надеюсь, и у вас тоже новые какие-то образы, значит, старое название, так сказать, немножко стало неактуальным, и, как бы, уже книжку я назвал «В поисках монументальной пропаганды», ну, соответственно, как бы, вот этот образ поиска обложки, когда появилось новое название для серии, образ человека ищущего, явно, что человек что-то ищет, как бы, так сказать, значит, тоже обложка, должна, как сказать, одражать содержание, и, ну, как бы, наполнение тоже книжки про монументальную пропаганду, и, видите, как бы, исчезновение этой пропаганды тоже, так сказать, когда и перестали обновлять, и поездки в 110 городов бывшего СССР, Кавказ, станция Подкумок. А эти поездки, поездки уже были в рамках какого-то проекта или для какого-то издания? Нет, все проекты, как бы, я финансирую сам, это, как бы, как сказать, самопрезентация, это творческие проекты, никто их никогда не заказывал, это, как бы, риск фотографа, и, как сказать, это не заказная работа, это просто появляется маленький гонорар, и, так сказать, деньги вкладываются в новое путешествие. Ну, соответственно, это, как бы, такой весы или два сосуда, фотография ремесло, фотография творчества, то есть одно подпитывает другое, то есть ремесленников много, а на рынке, так сказать, заметен тот, кто занимается творчеством, его поддерживают, он получает заказ, и часть денег, значит, он может вложить в жизнь, в вещи, как бы, в путешествия, а может вложить в новый фотопроект, и, как бы, вот этот, такой сосуд, ремесло творчества, он все время, как сказать, такой баланс, он очень важен для творческого фотографа. На тот момент вы уже где-то работали, ну, имеется в виду, вы бросили уже свою работу? Ну, я работал уже два года в Охре, значит, охранял Министерство угольной промышленности, потому что, значит, тунеядцем в СССР было, как сказать, это было уголовное преследование, статуса фотографа не было, значит, два года я был, так сказать, вот в Охре, и, так сказать, уже в, может быть, в 89-м году статья за тунеядство перестала действовать, и можно было с работы уволиться, и больше не работать уже. Ну, и появился какой-то интерес, и то, что называется, на Западе, в Европе, в Америке, и чуть позже появился тоже как бы российский рынок фотографии, пресса, журнала, то, что мы называем эпоху гламура. Вот видите, как тут тоже переходит монументальная пропаганда советская, значит, видите, это Крым в какую-то новую российскую пропаганду, так сказать, маршал победы, и там, как бы, ошиблись с орденом, и тут же, значит, около Кремля этот орден исправляют. соответственно, видите, значит, и мы, и вы добываем газ и нефть, как бы, и, возможно, у нас тоже, как бы, эти монументы одинаковые, предположу. Ну, видите, значит, тоже какая-то новая пропаганда, она включала тоже женщин, то, что называется, стриптизерш, и появились даже памятником охранникам, и, надо сказать, что, значит, эти стриптизерши, значит, в новой монументальной пропаганде исчезли, и охранники тоже были исчезли. Ну, и книжка заканчивается памятник Спартаку, и книжка вышла к столетию ленинского плана монументальной пропаганде. Спартак там, как бы, идет под номером один, так сказать, по ленинскому декрету 19-го года, так сказать, для увековечивания, так сказать, образов борцов и революционных деятелей. И, видите, как сказать, уже в новой России образ Спартака прям по ленинскому плану был, так сказать, выполнен. Отсюда в 1994 году, так сказать, деньги кончились, и было принято решение мной, так сказать, снимать, что дальше снимать, куда двигаться, и, так сказать, две карьеры я рассматривал, и самое интересное мне казалось фотограф-путешествующий, и это был мир провинциальной России, и, так сказать, где, в принципе, очень добрые отношения между людьми, много, так сказать, интересных, ярких объектов, и образ Москвы, города, где я живу, где я родился, где родились мои родители, и, так сказать, я посчитал, что, конечно, снимать то место, где ты живешь, это наиболее трудное для фотографа, то есть фотограф получает какие-то эмоции, вдохновение в путешествиях часто, а вот снимать то место, где мы, так сказать, находимся, это тяжело, так сказать, глаза замылены, но то, что тяжело, меня как бы и привлекло отсюда, я решил снимать Москву, и как подойти к большому проекту, как снять город, было непонятно, и я придумал систему, она будет понятна, как бы систему хэштегов, то есть у нас у всех есть Инстаграм, чтобы наши фотографии нашли и увидели какие-то, так сказать, определенная аудитория, мы пишем хэштеги. В 94-м году я изобрел антихэштеги, то есть я написал темы, которые мне интересны, и, так сказать, так получилось, что, ну, как бы, надо было снимать, когда, так сказать, передо мной возникает, так сказать, пересекаются три или четыре хэштега, которые я писал, то есть всего было придумано 72 пункта, значит, на бумаге, ну, например, вот здесь, как бы, есть старое-новое, старое-это сталинская монументальная тоже пропаганда, а новое-это реклама, ну, и женщины, тоже такой образ, как бы, как сказать, образ русскости, красивости, то есть он тоже был написан, как бы, что, ну, как бы, женщины, но видите, здесь еще есть работа с погодой, значит, тоже, как сказать, у нас, в отличие от вас, зима может длиться тоже полгода, значит, как бы, погода я тоже прочитал, то есть, пожалуйста, старое-новое, образ женщины и погода, значит, ливень, который, как бы, идет и за окном и сейчас, то есть три хэштега, значит, раз, в этом месте необходимо быть и работать. То есть вы заранее продумывали сюжет, сценарий вашей съемки вот на данный момент, то есть вы... Город настолько большой, найдете 11 миллионов жителей и, как бы, конечно, есть какая-то растерянность, когда мы, как бы, этот город сканируем и на чем остановиться, ну, как бы, вот легче, когда ты там снимаешь, как сказать, какой-то, что-то, какой-то драйв, молодые есть, пожалуйста, вот молодые, то есть есть какие-то разные сообщества, ну, в прошлом, значит, сейчас их множество в интернете, а в прошлом, ну, как сказать, какие сообщества были, ну, спортсмены, какие-то коллекционеры и, пожалуйста, сообщество тоже, ну, как сказать, байкеров. И, как сказать, раз сообщество прописано, значит, надо тоже за ним следить, смотреть, где, так сказать, что-то происходит, если происходит, это фиксировать. Отсюда здесь тоже образ, видите, девушка, есть тоже погодное явление и ночь, то есть вот ключевое слово, как бы опять совпадение, девушка, ночная жизнь и какое-то тоже, так сказать, движение, машины, и мы видим, что уже таких машин, и они как бы уже в музеях стоят такие. Ну, соответственно, какие-то образы тоже, значит, упасняков, тоже как бы тема была, ну, как бы рок-н-ролла, тема какой-то уличной жизни, возможно, были прописаны тоже сотрудники, которых, в принципе, снимать нельзя, но, как сказать, что-то новое, какие-то сети, которые, сети, которые появились, значит, уже в 90-е годы, «Пожалуйста, новая девушка сотрудники». То есть, как бы это точка, которую надо снимать посреди чего-то большого, как бы, но как бы, вот как сосредоточиться, это были вот как бы системы хэштегов. То есть, сегодня мы фотографии продаем через хэштеги, ну, или как бы, ну, продаем условно, как бы, так сказать, передаем зрителям, я придумал, что, как бы, так сказать, по хэштегам можно фотографии создавать. Соответственно, какие-то места тоже как бы не очень популярные у населения в прошлом, такая Красная площадь, ну, как бы, в 90-е это была, ну, как сказать, какая-то вот такая дистанция. Ну, меня эта дистанция заинтересовала, почему это место снимают иностранцы, но мимо него проходят, ну, практически все классики отечественной документальной фотографии. Хорошо, я буду это место снимать. Отсюда хэштег «Кремль», и «Кремль» это плюс-минус еще один километр, ну, и какие-то погодные явления, которые вот как бы соответствуют там туману или, так сказать, непогоде. Соответственно, опс, соответственно, соответственно, так сказать, ну, например, у меня был прописан тоже такой хэштег «Праздники», потому что было непонятно в начале 90-х годов останутся ли праздники советскими, то есть будем ли мы праздновать там 1 мая, 8 марта или там 23 февраля мужской день, и, как сказать, праздники меня заинтересовали, но, как бы, тихонечко эти дни заняла оппозиция, и тихонечко, как бы, праздники перешли в митинги, и, так сказать, это уже 90-е. Это все до 90-е годы. Соответственно, в моде в 90-е годы, ну, как бы, была, ну, то, что называется чернуха, ну, не от слова черно-белая фотография, а скорее, как бы, как сказать, продавался негатив, потому что мы все жили при позитиве, при пропаганде, и вдруг все разрешили, и пресса потребовала, как сказать, иллюстрации, и негатив усиливался, и, так сказать, я подумал, а можно ли, как бы, так сказать, мир, несовершенный мир, снимать, ну, как бы, с какой-то дистанции, так сказать, ну, вот убрать это отрицательное, потому что, в принципе, ну, там, так сказать, было, напомню, две войны в 90-е годы чеченских, множество конфликтов, вот, как бы, можно ли было, как художник Эрик Булатов, или, так сказать, какие-то труди художники, найти какой-то средний путь, не повышая и не понижая градусы, значит, вот, как бы, значит, видите, значит, какие-то молодые люди, музыка, Москва и снег, три хэштега и, так сказать, точка найдена. Ну, и, как я сказал, праздники получили некое развитие, как митинги, и, так сказать, ну, тоже часто вот люди не понимают, как можно было все это вычислять, ну, ну, была какая-то пресса, и, в принципе, ну, наверное, можно было покупать в пятницу газету, и если там были, значит, какие-то, что вот сюда не ходи и не ехай, значит, возможно, там что-то интересное происходило. Ну, вот какие-то тоже, значит, какие-то образы, там тоже нелегальный день революции, значит, коммунисты празднуют, появляется образ Сталина, как бы люди требуют реванша, значит, уже на протест выходит молодежь, и, смотрите, вот хэштег, один хэштег праздники, и, как бы, перешедший в такое, как бы, в митинги, это было, как бы, достаточно для книжки, там из, не знаю, 150 или 180 работ за 20 лет показать, ну, как бы, так сказать, такую вот жизнь митинговую в России, и, как сказать, видите, это получило воплощение в каких-то авторских изданиях, значит, там был просто ЗИН, изданный за мои деньги, а вот здесь как бы выставка, тоже отражающая какую-то специфику России, где, так сказать, все смешалось, и присутствует и протест, и, так сказать, и прополитические, так сказать, высказывания. Ну, здесь я просто показываю объем картинок, которые я, так сказать, как я делаю книжки, как я составляю эти развороты, работаю с последовательностью, и какой объем на стене, так сказать, и как вообще происходит работа, чтобы увидеть всю книжку целиком, и снимая Москву уже не одно десятилетие, значит, были какие-то тоже выплески в виде книжек 20 лет, значит, такая серия 20 лет молодежи в разных странах мира, и мне досталась Москва, была, тоже такая книжка на трех языках вышла, «Моя Москва», так сказать, где, значит, тоже какие-то образы по Москве были собраны, вышла, значит, книжка тоже ретроспективная во Франции, и вот здесь тоже интересно, что нашлись два издателя, которые, так сказать, из большой коллекции моих фотографий вычленили эпоху, то есть, в принципе, ну, вот, как быть, я уже начал лекцию с того, что со многими, возможно, мы родились в одной стране, значит, с кем-то уже, так сказать, разделились после августа 91-го, значит, видите, снимая что-то, так сказать, нон-стоп, я, как бы, снял эпоху и Горбачева, и Ельцина, и Путина, это, значит, три президента, при которых я активно, как бы, жил, и вот здесь появились издатели, которые же из большого набора фотографий вычлели эпоху Ельцина, вот прямо написано, что, значит, 91-99 год, вот видите, когда мы живем, творим, в принципе, мы не задумываемся, так сказать, о каком-то наполнении политики, но с годами, как бы, оказывается, что, вот, так сказать, есть та или иная эпоха, и, так сказать, в фотографиях, возможно, у автора, значит, есть шанс эту эпоху отразить, и тут же, значит, московский, независимый журналист Евгений Фельдман, выпускающий журналы, значит, тоже это, так сказать, карауфандинг-система, так сказать, заинтересовался 90-ми, и вышел номер с четырьмя разными обложками, здесь три, и наполнением, ну, так сказать, вот как эта эпоха 90-х выглядела, где смешались портреты политиков, значит, вот такой Александр Лебедь, тоже, как бы, кандидат в президенты в 90-е годы, художник Владимир Дубосарский, актер Сергей Бодров, ну, и какие-то тоже там другие авторитетные, так сказать, персонажи, и видите, даже какой-то здесь художный проект про скамейки, так сказать, в этом издании присутствует, и вот уже, как бы, в 19-м, значит, перед эпидемией я выпустил книжку «Легкость Москвы», «Огни Москвы», где, значит, тоже, так сказать, рассказываю о Москве, ведь таких, так сказать, когда ты, ну, вкладываешь силы, энергию во что-то, то, ну, так сказать, через книжки, через выставки, ну, какой-то тоже есть вот, какая-то отдача. Но оттого, видите, заметили, что, так сказать, эпоха интересная была не только, значит, издатели журналов или книжек, также, так сказать, это заметили и директора каких-то музеев, и вот случилась выставка про 90-е, значит, как называлось, наши 90-е, время перемен, и, как сказать, это, значит, была в прошлом году в Московском доме фотография в течение, по-моему, восьми месяцев, и вот это Екатеринбург, центр Бориса Ельцина, и, значит, как бы уже в Новой России, значит, в десятые годы меня тоже, как сказать, захватила тема исследования независимых фестивалей с разными, так сказать, с разным, ну, как бы с разным составом, и, так сказать, вот родился проект Уикенд, как люди, значит, как бы вырвавшись из города, проводят выходные дни, и сперва тоже сделал ЗИН самодельный, а чуть позже, значит, выпустил тоже с помощью крауфандинга в сетную книжку, значит, толстую такую, где тоже есть какие-то авторские, значит, тексты, и наполнение, ну, вот как бы как проходит суббота для жителей большого города. Здесь отснято, ну, в принципе, как сказать, снято как будто в один день все, ну, может, за счет оптики черно-белой пленки, но на самом деле здесь по деле, по-моему, 37 различных мероприятий, снятых за, там, 10 лет тоже. И скажем, что все эти мероприятия тоже, ну, как бы закончились, потому что, как бы правительство, власть тоже взяла их под надзор, многие фестивали просто, ну, как бы исчезли, потому что, ну, какие-то тоже нарушали нормы, традиции и так далее. Отсюда книжка заканчивается салютом, где присутствует только ОМОН и пустая трибуна. Там вот один человек стоит с телефоном и этот салют фотографирует. Такой вопрос. Вот вы упоминали Роберта Дуано, Брессона. Кем вдохновлялись? Какие фотографы, какие авторы фотографии вас вдохновляют и вдохновляли вот на тот момент при создании ваших работ? Все-таки, несмотря вот на, ну, понятно, на ваш такой более фундаментальный подход там с хэштегами, с видением, с занимательностью, все-таки, наверное, были какие-то авторы, на которых вы ориентировались? Или, возможно, просто для себя оставили их стилистику как основу? Смотрите, но в СССР вот единственная фотобиблиотека была в Вильнюсе, где в 71-м году возник, значит, общество, так сказать, союз фотохудожников Литвы. В принципе, я ездил в этот Вильнюс, заходил в этот союз, значит, какие-то книжки можно было с полки брать, листать, ночевал в здании вокзала, приходил на следующий день, ну, больше двух книжек не просмотришь, как бы, когда появилась возможность книжки покупать, ну, наверное, мы, так сказать, покупаем тоже книжки, ну, как бы, не из-за автора или обладанием, а просто из-за каких-то фотографий, которые, так сказать, являются наполнением, и вот эти образы хочется иметь, то есть, так сказать, значит, как бы, скорее карьеру делали, так сказать, симпатизируя я не автором, наверное, какие-то любимые авторы есть, в том числе, там, и Гарри Виногрант, наверное, и Ларри Кларк, и, может быть, Элло Этервит, и так далее, но, так сказать, есть любимые фотографии, так сказать, ну, авторов, как бы, много. Я знаю, у вас был проект о поцелуях, кажется, да, в Париже, в Франции, и Дуано тоже, он же одна из его знаменитых фотографий, там, поцелуи, знания муниципалитета, и именно проекты поцелуев, и Роберт Дуано, наверное, как-то... Смотрите, ну, видите, как сказать, здесь уже во время, значит, чеченской кампании я тоже задумался, что войну снимают лучшие фотографы, документалисты всего мира, значит, приезжая куда-то, значит, в Европу, так сказать, все магазины, обложки были этими фотографиями заполнены в середине 90-х годов, и я подумал, ну, как бы, как отразить то время, в котором живу я, моя семья, там, ребенок и так далее, и понял, что действительно вспомнил этот образ Дуано, 10 лет после военной Европы, журнал «Лайф» заказывает Дуано, так сказать, как выглядит Европа и Париж, пережившие мировую войну, как бы, и этот образ, ну, как бы, образ смерти, ну, как сказать, противоставляло, как бы, образ любви, значит, и, значит, я тоже стал снимать влюбленных, и, так сказать, в Москве, в разгар войны, взрывов, терактов и так далее, и действительно, значит, эти фотографии через 18 лет висели напротив друг друга на выставке эпоха Ельцина, так сказать, фотограф и коммерсант, снимающий войну, и напротив любовь, которая присутствует, значит, тут и рождение чего-то нового человека, когда на наших глазах происходит, ну, то есть, видите, как бы влияет одна фотография, как сказать, люблю я, не люблю, как бы здесь не так важно, как бы, так сказать, то есть, именно та фотография поцелуя, парижский поцелуй, то есть, она повлияла на вашу... Вот вы сейчас сказали, действительно, такой заказ был от Министерства культуры Франции, но, так сказать, действительно, как сказать, там есть образы этих влюбленных, ну, может быть, люди увидели, как я снимал влюбленных в Москве, и просто поняли, что рука набита, что, как бы, то есть, купили какое-то видение. Скажем так, вот вы рассматривали альбомы в Бильнюсе в то время, там, ну, не знаю, пять фотографий авторов, я не знаю, которые влияли именно на ваше восприятие, на ваш взгляд, через объектив. Ну, это, ну, пять, не знаю, ну, Диана Арбус, Афизон. А какие именно фотографии? Ну, книжка на Диана Арбус, она, как бы, ну, вот у меня их пять уже, но какая-то там есть из Момы, так сказать, такая. Мальчик с гранатами, там, не знаю, или... Здесь, наверное, как бы не фотография влияет, так сказать, ну, как бы, сама концепция, ну, как бы, смотрите, не уже, как бы, видение автора, интересно. То есть, ну, сходу, как бы, там нет любимых фотографий, как бы, просто эта книжка нельзя было обладать, можно было запомнить и получить какой-то шок от увиденного. И, так сказать, ну, наверное, даже какие-то книжки я переснимал там уже чуть позже, когда они появились в Москве. Ну, кто еще? Я не знаю, может быть, позже, там, Лифф Линдер. Смотрите, ну, как бы, я жил в русско... в таком российском, советском сегменте фотографов, да, то есть, это было, как бы, общение и Лапин, и Слюсарев, и Борис Михайлов, и Рыбчинский, и Семин. И это, так сказать, было, ну, гораздо ценнее, чем, как бы, вся эта западная фотография, потому что не западную фотографию мы не можем прочитать, они, как бы, другая основа, другая культура, другая религия, скорее, отечественные мастера вызывали какое-то уважение, и, так сказать, они снимали мне понятный мир, как бы, как сказать, как понять, как там люди живут в Европе, почему на кладбищах играет футбол, там, на фотографиях Марии Линдмарк, почему дети собираются на кладбищах облица Дэвидсона, я, например, не понимаю. То есть, у нас это, как бы, уголовное, так сказать, наказание, за игру футбола на кладбище, а там это, как бы, посмотришь, и, как бы, то есть, где подростки собрались, как бы, покурить и поиграть на кладбище. Значит, какое-то есть несовпадение в культурах, в культуре, и, так сказать, наверное, все-таки основу формировалось здесь. Слюсарев, лапин, Михайлов, Рыбчинский. То есть, вы себя более относите к советской, российской школе. Ну, если мы говорим о влиянии, как бы, о влиянии школы, то, конечно, эти авторы, общение с этими авторами, сформировало меня. Ну, здесь я показываю просто, как сказать, какие-то образы, рабочие материалы, которые, как сказать, вошли в книжку Уикенд, и, значит, как сказать, и, значит, уже мы как бы вышли за поток, ну, какие-то тоже показывают такую же новую Москву десятых годов, десятые, пятнадцатые, семнадцатые года, значит, вид из окна, какая-то тоже такая чистота девичья, и ситуация Москвы, значит, до эпидемии, парк Горького, какие-то тоже, значит, русские красавицы в центре города, показы мод, и тут же они, как бы, рифмуются с, как бы, какой-то рыночной культурой, соприкосновения. Ну, вот этой фотографии, возможно, так сказать, какие-то вопросы еще можно задать, ну, по-моему, она как бы завершает повествование, образ Москвы в 50-х годах для новой книжки «Москва-лайт». Понятно, а можете рассказать немножко о технике? Ну, как бы, Википедия, понятно, доступна нам всем, и мы там видим, на что вы снимаете, вы выбрали для себя лейку, понятно, за что, но тогда, вот когда вы в самом начале вашего путешествия по миру фотографии, на что вы снимали? Ну, вот, ребята же, просто вопросы, и... Смотрите, выяснилось, что, ну, как бы, обладание «Зенитом» в начале 80-х годов, значит, первый «Зенит» купил в 81-м году, это, ну, как бы, 120 рублей, то есть, это было больше, ну, как бы, это равнялось зарплате инженера, ну, можете, так сказать, там, где-то, так сказать, чуть побольше инженера получали, ну, хорошо, пол зарплаты, то есть, в принципе, «Зенит» как бы стоил в прошлом новый, как, ну, чуть-чуть потертая лейка, да, то есть, в принципе, ну, как бы, разница тоже между ними не особо, единственное, что «Зенит» ни разу не ломался, а эти семь лейк просто ломаются, значит, эти цифровые, у них там какие-то фальшивые матрицы, какая-то эрозия идет, какая-то, значит, там, коррозия разъедает матрицу, все в пятнах, то есть, как-то там, мы вам отремонтируем за 1200 евро, то есть, смотрите, то есть, все это, как бы, советское было надежнее, скажем так. В какой момент у вас появилась лейка, и вы решили, что это именно ваши камеры? Ну, как бы так случился какой-то обмен, наверное, это 95-й год. То есть, до этого времени вы снимали на советские, на «Зениты»? Ну, вот весь проект, который мы видели, значит, как бы вот, начало, это все «Зенит» и «Ломокомпакт». И, в принципе, эти фотографии неплохого качества, и, так сказать, неплохо эти камеры снимали. Интересно. И пленка, наверное, это вот советская, там, с ВМ или что-то? Ну, видите, даже показывают тоже перфорацию, что это тип 17, аэрофотовоенная пленка, значит, которую тоже через забор перебрасывали в Казани, и, так сказать, среди любителей она тоже распространялась, ведь она имеет нумерацию, то есть, как бы, значит, какая-то тоже секретная разработка. Понятно. То есть, до сих пор вы снимаете на пленку? Ну, как бы, стараюсь. А какое вот, ну, сейчас тоже с развитием технологий у нас у всех появились такие замечательные смартфоны, и компании сейчас там соревнуются между собой, у кого лучше камера, даже сейчас, как мне кажется, больше именно вот в эту в эту сторону именно свалилась конкуренция, то есть, именно в сферу, у кого лучше камера, камера лучше снимает на телефоне. Какое ваше отношение к мобильной фотографии? Ну, знаете, уже как бы студенты поступают в школу с картинками, как бы, не имея фотоаппарата, снимая телефоном, и, в принципе, ну, как бы выяснилось, что, ну, для выставочного или книжного высказывания это, ну, не так и важно. То есть, ну, как бы появляются нюансы тоже, конечно, отношения, так сказать, портретируемого относительно фотографа, то есть, так сказать, иногда, как бы, телефон незаметенный, можно снять шедевр. Смотрите, здесь все, как бы, можно так, можно и так. Я понял, я понял. Как на вас сказалась пандемия, все вот эти запреты, локдауны, как я знаю, Москва, она тоже закрывалась на какой-то период на локдауны. Ну, сидели на карантине, как сказать, смотрите, может, еще 5 или 7 лет это будет длиться, так что все, как бы, может, только в начале еще, никто ничего не знает. То есть, вы для себя приняли этот фактор, и была ли какая-то идея снять именно, или, может быть, вы уже что-то снимаете именно по этой теме? Смотрите, ну, как бы, есть прогнозы, что это интересно, но, как бы, ну, пускай, смотрите, сейчас это, я считаю, что это должна пресса снимать, что, ну, как сказать, возможно, я должен выйти с фаратом и эту эпоху снять, но пока просто не нашел, как сказать, сил, энергии и мотивации. Понятно. потому что я вижу, что все прошлые проекты, как сказать, какие-то новостные события можно продать, как бы, сегодня, и они не живут уже завтра. Да, то есть, как бы, вот я пока отношусь к этому, как к новости, которые, как бы, вот я пока не понял, как бы, насколько она интересна завтра. Ясно. Ну, в принципе, это часть истории, возможно, в ближайшем будущем вдруг у вас появятся идеи, как это можно передать в виде фотографий. А еще такой интересный вопрос, вот выставки, каким образом, вот, ну, стрит-фотографу, просто вот интересуется, пишет, задает вопросы, каким образом стрит-фотографу дойти до уровня, понять, что вот все, то есть, как бы, да, ему нужно выйти на уровень выставки. Стоит ли, каким образом, вот, выходить вообще, то есть, на кураторов, публиковаться или отсылать, участвовать в конкурсе? Ну, смотрите, сейчас, сегодня тоже ругал студентов, значит, один снимает бокс, значит, там, как бы, люди отрицают, что, так сказать, эпидемия и маски, так сказать, носить людям нельзя, другой снимает тоже странное сообщество, как бы, автомобилистов, которые слушают такую громкую музыку, когда в машине, там, 25 или 35 динамиков, там тоже масок нету, и третий проект тоже, так сказать, сейчас не помню, а про футбольных болельщиков, там тоже ни одной маски на фотографиях, даже массовых фотографий нету, и я, как бы, студентов ругаю, что, так сказать, они не отражают эпоху, ну, как бы, что надо искать планы, чтобы маска хотя бы была на втором плане, ну, студенты, значит, разводят руками, говорят, что, ну, как бы, вот, невозможно, как бы, представить в этих ситуациях эти маски. относительно выставок, ну, как сказать, смотрите, много, то есть, это отдельный разговор, в принципе, это отдельная у меня лекция, там, 3-4 часа, и как бы, мы видим конкурсы, которые действительно, так сказать, разыскивают молодых талантов, и, так сказать, отборщики приезжают в школу, и студенты едут за счет организаторов в Швейцарию или в Германию на какие-то тоже, так сказать, мероприятия, где, так сказать, встречаются с авторитетными, значит, как бы, критиками, коллекционерами и так далее, и есть, ну, как бы, так сказать, конкурсы, которыми, как бы, владеют корпорации, эти, так сказать, корпорации заранее тоже, так сказать, оценивают, ну, какую-то такую средненную картинку, которую можно показать, выставка победителей в Москве, например, проходит в ГУМе, на Красной площади, значит, никаких там отрицательных событий нету, потому что вдруг, когда человек шубу не купит или ботинки, увидев что-то на фотографии, значит, как бы, эти фирмы, значит, корпорации тоже какой-то создают усредненный образ, ну, есть просто, как бы, конкурсы, которые научились зарабатывать деньги, потому что, ну, огромной массе хочется получить некий отзыв, и, как бы, она готова заплатить, и люди научились на этом зарабатывать, где, так сказать, собирается определенная сумма, делается и выставка, и, возможно, альбом, как бы, на эти деньги можно сформировать, и мы видим тоже, что эти конкурсы, ну, как бы, так сказать, ну, иногда, как бы, так сказать, члены жюри дают заказы фотографам из разных регионов, иногда мы видим скандалы, когда, значит, эти любители обзвонили 18 членов жюри, ни один про участие в этом конкурсе не знал, как бы, конкурс успешно состоялся. Я думаю, что подытаживающий вопрос, такой интересный, задают, как стрит-фотографу продаваться и зарабатывать? Я думаю, сегодня никак, но, возможно, как бы, эти фотографии будут обладать какой-то энергией и ценностью через 25-30 лет, и, в принципе, студентам я тоже, ну, как бы, говорю, смотрите, вот видите, я снимал Цоя, и первый гонорар я получил через 18 лет. Да, то есть, то есть, фотографии, так сказать, через 18 лет будут обладать какой-то энергией, и вы сможете на этом заработать. Так, я извиняюсь, какие-то вопросы есть? Да. Значит, есть Узья Ханула, она хочет задать вопрос. Так, как, как, включайте ее. По-моему, ты уже включила микрофон. Да. Меня слышно? Можно задать? Да, да. Игорь Владимирович, я хотела спросить, вот, в принципе, вопрос немножко связан с тем, о чем спросил уже Эльмар, мне кажется, что творческие поиски и исследовательский процесс, он связан с тем, что фотограф все время оказывается не просто в эпицентре событий, а там, в тех точках, где перекрещиваются человеческие судьбы, эмоции. И эмоции эти не всегда позитивные, они бывают разными, они очень сложные порой. Но вам как-то всегда удается не привносить туда вот эту самую пресловутую чернуку. То есть, ваши фотографии, они очень светлые, они очень добрые, и какие бы события вы ни снимали, там присутствует позитив. Кто-то из критиков о вас сказал, что в любом негативе вы находите позитив. Это природное свойство, это происходит неосознанно, независимо от вас, или это такая позиция, что мир нужно показывать с его светлой стороны? Ну, смотрите, вот мы как бы уже затронули Дуано, поцелуи, в принципе, если вы смотрите историю Франции и наложите фотографии Дуано на историю Франции, то там как бы, так сказать, и кризис в Алжире, и как бы, так сказать, эмиграция, сколько там, двух или трех миллионов французов, и Алжир, это, ну, как бы, в прошлом Франция, так сказать, идет там гражданская война, и миллионная армия беженцев заполняет, в том числе, я надеюсь, Париж, так сказать, значит, есть, возможно, какая-то пресса, ну, возможно, какой-то анализ тоже происходил, что, так сказать, вот к воинам, эпидемиям, к кризису мы, так сказать, возвращаемся с трудом, такие фотографии действительно имеют, как бы, так сказать, историческую ценность, но, так сказать, запоминается, скорее, какие-то положительные эмоции, и, ну, как бы, смотрите, с чем-то отрицательным, ну, тяжело жить, какие-то вещи, я просто, ну, боюсь снимать, много раз пробовал, как бы, так сказать, преодолеть страх и сфотографировать, но также, значит, это что-то не хочется иметь, значит, в негативах встречаться, там, контактные листы хранить дома просто, и видеть спустя годы. Ну, смотрите, как бы, есть заказы, и, как бы, так сказать, и, значит, кто-то эти заказы тоже формирует, ну, вот, почему бы не, так сказать, не выбрать какую-то позицию, предуположную заказу. еще раз, вот это снимать, вот что-то среднее, вот как мир видит, например, Эрик Булатов, который не, так сказать, не против и не за, у которого есть какой-то художественный, так сказать, голос. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете поднять руку, у нас осталось несколько минут, мы можем вас подключить, и вы можете их задать в прямом эфире. Дан, включайте, пожалуйста. Здравствуй. Включил? Попробуйте включить. Да, да, я просто включила, да. Я хотела спросить, вы говорили про хэштегов, и у вас есть другие какие-то, вот как вы начинаете свои проекты, как планируете, и бывало ли у вас какой-то, когда-то, что вы начинали какой-то проект, но вы чувствовали, что эта идея слишком абстрактная, и вы не можете как-то его запечатлеть. Как вы с этим справляетесь? Я думаю, что в молодости как бы проектов было множество, и, ну, как сказать, не было, как вот я тоже написал, ни учителей, ни школ, некому было обратиться за советом, и, как сказать, была жизнь в изоляции, за железным занавесом, и, как сказать, были разные попытки, и, как сказать, значит, там на сайте проектов чуть больше представлено, отснято еще больше, и есть проекты, ну, которые вызывают некое стеснение, и, как сказать, и, может быть, их рано еще показывать, есть, может быть, неудачные проекты, то есть все есть, как бы, и, как сказать, мы видим, что, ну, как бы, даже на примере этих монументов, что их, ну, как бы, за ними перестали ухаживать, их стали сносить, а сейчас идет, как бы, так сказать, эпоха такого сталинского стиля, к нему бережно подходит, все эти объекты реставрируют, воссоздают заново по каким-то планам, чертежам, например, на ВДНХ, и, как сказать, политика меняется, будущее нельзя угадать, отсюда, ну, как сказать, есть тоже, ну, как бы, робость, куда пойти, но вот сегодня, как бы, видите, тоже очень много отснято, и немножко мир остановился, и я такой сделал паузу, тоже не готовлю каких-то книжек, хотя материала, ну, как бы, достаточно. Если есть какие-то еще вопросы, если нет, мы можем закончить. Я думаю, что все. Спасибо большое, Игорь Владимирович, это было очень интересно послушать вас, о вашем опыте. Спасибо вам большое. Хорошо. Ну, тоже спасибо за приглашение и успех вашему фестивалю и всем участникам тоже, так сказать, новых фотографий, и, надеюсь, еще где-нибудь увидимся, можете в реале тоже, потому что какие-то биеналии, думаю, у вас будут продолжаться. Да, это первый-первый год, и, к сожалению, попавший именно на момент, когда границы сравнительно закрыты, но мы надеемся в ближайшем будущем, когда уже ситуация станет более стабильной и границы более открытыми, мы проведем его в любом формате, уже в онлайне, в оффлайне, вернее, так называемое. Хорошо. Тогда совместное использование останавливаем и тихонечко, значит, спасибо всем, кто меня слушал, спасибо организаторам, кто все это организовал, ну, скажем так, до новых встреч. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания. Огромное спасибо еще раз. От имени Ярат, от имени Федиваля и от имени всей нашей команды маленькой. Спасибо вам большое. Хорошо. Спасибо, что...